На-ми-то-на-про-на-про-на-про Курорт Роза, привет! Как отдыхается? Обалденно! Да, я тоже обалдела. Тут на море такая жара! Но надо терпеть, курорт сама, понимаешь? А у тебя там как? О, экзотика! Тут и пустыня, и море, ну и звёзды всякие тусуются, знаменитые спортсмены, повсюду крутые тачки Вау, выходи в пёс Инстаграм, фотки покажешь Ой, телефон разряжается чуть попозже Что? Иначе пострадает моя репутация А у меня всё должно быть круто Глупости! Почему мы должны что-то изображать? Ага, ерунда какая-то Ну, пожалуйста! Все мои подруги отдыхают на модных курортах Одна я! Ох ты, ох ты! Давайте поиграем в курорт! Пожалуй, это интересная и жесёловская задача Как вас для меня! Ну что ж, раз большинство за, придётся принять участие в этом шоу Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Да, у нас тут тоже жарище Ваша заказа, маузель Мерси О, какие фрукты тебе принесли? Фейхуа, манго, экзотика Смотри, кто тут загорает Это же тот самый режиссёр Лайкинс И знаменитая певица Леди Гав-Гав И известный яхтсмен тоже тут Неизвестный самый Ну ты даёшь, классно Пришли фотки Жди, скоро вышлю Нужное фото, срочно Катаюсь на слоне Это местные бедуины Ну и всякие там вкусняшки Что тут у нас? Авокадо, мангустины Ой, как круто У нас тут тоже экзотики хватает И верблюдов, и всяких там попукаев Калибри, сколько угодно А у нас комалов Сколько угодно Ну пока-пока, до завтра Просто супер Весь день убит на эту ерунду Я вас обожаю Всем спасибо Завтра продолжим О, нет Доброе утро, подруга Ну что, загораешь? Чем сегодня собираюсь заняться? Ну, ещё не решила Я тебе перезвоню А вы куда? Роза, мне кажется, пора возвращаться с курорта У нас тут тоже неплохо Полностью согласна Ага, курорт в районе средней полосы Если захочешь, присоединяйся к нам Мы швартуемся у старой пристани Будем рады Ну и пожалуйста Посмотрю на нормальных отдыхающих Держи У тебя тут тьма непринятых звонков Ты куда пропала? Затянула курортное веселье? Ты знаешь, а я вовсе и не на курорте Я тебя разыграла Я на даче у дедушки И тут здорово И мои родные Самые лучшие кинозвёзды Приезжай потом к нам На нашу пятизвёздочную дачу Всё включено Веселье, приключения И лучшие друзья С дедушкой на рыбалку ходить Конечно, здорово Но вот червей в этой яме копать Терпеть не могу Какая красота Не замечала Насколько прекрасны Дачные рассветы Стихи! Надо скорее записать Прекрасны дачные рассветы Ну-с, начнём Прекрасны дачные Дружок, я занята важным делом Творческим Я тоже творческим Сделаю сейчас накат для скейта Хорошо-то как Птички поют Да он даже не понял Ты думаешь? Нельзя ли потише? Ну, вообще Ты чего подслушиваешь? Представляешь, у нас на даче Даже негде нормально поговорить Везде кто-нибудь вылезет Я первая сюда пришла Да что ты говоришь? Прекрасные дачные рассветы Отвлеклась Прекрасные дачные Куда от вас спрятаться? Наконец-то тишина Прекрасные дачные рассветы Когда коснётся солнца луч Что это? Откуда это? Отсюда что ли? Генка Ты что тут делаешь? Двенадцать Лиза, не отвлекай Отмеряю нужную дозировку Долго ещё будешь отмеять? Четырнадцать Ровно четыреста восемь капель Двадцать два Двадцать три Двадцать три Это невыносимо! Я не могу ободать в такой обстановке Коснётся солнца луч Луч Туч Иду на посадку Лиза, поиграй со мной Не могу Я занята А чем ты занята? Стихи сочиняю Почитай Не готова ещё Вдохновение ушло Ну как, Лиза, пришло вдохновение? Нет, малыш Не пришло Пришло? Нет Не пришло Вот тебе, малыш Ещё самолётик Э, да у нас тут шторм девять баллов Отставить сырость на корабле Ну-ка, рапорт в двух словах Хотела стихи написать Как у нас красиво на даче И ничего не получается Вдохновения нет Ещё мешают все Да Вдохновение – дело такое тонкое Это называется муки творчества Все поэты так страдают Все? Обязательно А давай-ка пока Окуньков к ужину половим А? Эй, смотрите, сколько рыбы мы наловили Серьёзная заявка на победу А какая красота там на Озии Деревья отражаются Вода сверкает, как золото Ура! Прекрасный дачный расцвет Что это с ней? Хе-хе, вдохновение пришло Так, кто сегодня дежурный по камбузу? Я Принимаю лов А ты, дружок, принеси-ка ведро с компостом Питать забыли Вечер уже Завтра картошку подкормим Гвоздь мне в кеды Вот это красота И ведь никто не видит даже Надо хоть сфоткать Эх, телефон забыл Нет Это надо нарисовать Красками, как настоящие художники Сейчас же Пока есть это Вдохновение Семейные ужасы Гена, хватит маячить А что еще делать? Я все эксперименты завершил Ну машину времени придумай Пробовал Пока не получилось Честно говоря, я тоже тут заскучала На этой даче уже забыла, как маникюр делать Хочу домой Вот это последний классволт Надоело Смотрите Дружок, а чего это у тебя тут? А ты чем занимаешься? Занимаюсь? Ничем Вон, испачкался весь Новые грядки копаешь Грядки? Нет Тренируюсь просто С тачкой? Да Это утяжеление Разминка И раз И два И вообще Разойдись Я пошел спортплощадку строить Странный он какой-то Ой, смотрите На спортивную площадку не похоже Интересненько Клюнули Кажется, ушел незамеченным Ой, как это все странно Тут что-то не то Пойдем за ним? Я заинтригована Ну что там? Темень Хорошо, что я телефон захватил Интересно Куда ведет этот ход? Лучше бы узнать Чего это он сюда залез? Смотрите Следы Он точно туда пошел Как планицательно Двужок Тише вы Ай 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 Кто здесь? Ничего особенного Отряд рукокрылые Подотряд летучие мыши Ну вот А то все скучно Да скучно Но делать нечего О, Хэллоуин понравился Уже повеселели Как-то мне не по себе Кажется, паук им как-то не очень А клоуны? Нет И клоуны не подошли А я-то так старался Дружка Так и не успели найти За дружка Ай Ай Да вы что вообще? Дружок? Вот вам и благодарность Думал, сделаю развлечение Для скучающих родственников Да Немного переставался Но немного Значит, все это спецэффекты? Инженерное решение Оригинальное Ага А я еще фокусы вам приготовил Не надо фокусов Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха 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 Аномалия Аномалия Ага Попалась белка Ой, это ты Все охоту мне испортил Тоже мне Гроза дворовых белок Лучше бы дома сидел Книжки читал умные Сидеть, читать Ха-ха Зимой нужно двигаться А в мороз ничто так не разжигает Кровь, как охота Целься Пли Ха-ха Не знал, что бабочки зимой летают Они не летают Они засыпают на зиму А эта проснулась Нимфа Лесантиопа Траурница Может переносить Низкие температуры Мы свидетели Редчайшей аномалии Мы должны ее поймать Эта бабочка Настоящее сокровище Наш входной билет В пантеон Величайших исследователей Да не хочу я в твой пантеон Опытные охотники Не размениваются на насекомых Слишком мелкая дичь Это же самый престижный Трофей тысячелетия Сам подумай Кто еще может поймать Такое чудо природы Как невеличайший в мире охотник Ты станешь знаменитым Ну, с другой стороны Можно отвлечься от настоящей охоты Так, для тренировки Приманка Приманка Еще никогда не подводила опытного охотника От сахарного клея Вообще сложно оторваться Давай Приземляйся Да садись же ты, наконец, на эти фрукты Видимо, не сильно изголодалась за зиму Сейчас у Нимфалиса спячка Видимо, ищет тихое местечко, чтобы поспать Неужели? Глазам не верю Сработало! Дружок, ты гений Пустяк для прирожденного охотника Как же пересадить ее в банку? Откроем Улетит ведь Элементарно Ну, нет Не уйдешь Наконец-то вы вернулись Я вам сейчас такое покажу Представляете Бабочка зимой Прилетела к моему окну Наверное, замерзла в такой холод Теперь она мой новый друг Ты поймал ее, малыш? А мы с очками и на приманку И из ружья Целый день на нее охотились Охотились? То, что сидит у тебя на руке Редчайшая аномалия природы Теперь сдадим ее в лабораторию И прославимся на весь мир Это не аномалия Это мой друг А друзей в лабораторию не сдают Ты чего, малыш? Это же просто бабочка Насекомая И что? Если кто-то меньше и слабее Значит, можно на него охотиться? Малыш А ты ведь прав Для нас охота А у бабочки стресс Считай, это акция Меняем старые домики на новые Нет, мне очень нравится Только просто интересно А старый домик где? Да так Пошел на доброе дело Раз шпаргалка, два шпаргалка Я уже близко Почти догнала тебя Размечталась Еще немного Прошел контрольную точку А, контрольная Победа! Да сдалась мне твоя победа Я ж про контрольную завтрашнюю забыл По-русскому Подумаешь, контрольная Выучи правила и вперед Могу помочь У меня по-русскому Твердая пятерка Нет, не пойдет У меня память дырявая Ничего в голове удержать не могу А как же ты расписание футбольных матчей На зубок выучил? Нашлась чем сравнивать Футбол и правила по-русскому Тогда у тебя один выход Шпаргалки Точно! И учить ничего не надо! Жи-ши пиши с буквой И Ча-ща пиши с буквой А То-либо-ни-бунь через дефис не забудь Частица Непь пишется раздельно Фу, последняя Дружок, поешь хоть? Даже про ужин забыл со своими шпаргалками Гвоздь мне в кеды Ой, извини Жи-ши пиши с буквой И Ча-ща пиши с буквой А То-либо-ни-бунь через дефис не забудь Частица Непь пишется раздельно Агнесса Леопольдовна точно не догадается Что у меня здесь шпоры спрятаны Ну да Более нелепую идею сложно представить Вот именно А тебя друзья не засмеют Если ты с игрушкой в школу придешь Ха-ха! Хорошо смеется тот Кто смеется после контрольной Где? Где заяц? Руска! Ты моего заяца не видела? Неужели пропал? Ой, это наверное малыш его в садик забрал Это же его любимый зайка Хорошо, что рано встал Еще успею новые шпаргалки сделать Жи, ши, ча, ча Кто-либо, не будь Не, раздельно Дружок, ты в школу не опоздаешь? А то уже... Шпаргалки получились крупноваты Времени уже не было мелко писать Но ничего, главное до школы дотащить Гвоздь мелкий, какой ужас Все, это конец Новые я уже не успею написать А давай я тебе записку от мамы напишу Что ты заболел И не надо будет на контрольную идти Вот Ты чего тут понаписала? Уважаемая Правильно, уважаемая Дружок не придет сегодня в школу Не в этом случае пишется раздельно Придет через И А сегодня пишется через Е Нет, Агнеза Леопольдовна точно не поверит, что это мама написала Дружок, а ты, оказывается, все правила знаешь А говорил, что память дырявая Ой, и правда Пока шпаргалки переписывал Все запомнил Так что же это получается? Я могу теперь просто так на контрольную идти Без шпаргалок? Конечно Теперь ты точно пятерку получишь Гвоздь мне в кеды! Жиши чаща! Ха-ха! Я побежал! Ха-ха! 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 Не зря я старалась Верное средство И нечего так смотреть У меня все в порядке Просто решила шарфик надеть Для красоты У тебя же зуб болит Да, последний Молочный Если мама с папой узнают Сразу к врачу отправят Вот еще Дедушка рассказывал Если оставить на ночь зуб под подушкой Мышка за него шоколадку пья несет А если врач зуб вырвет Он его себе под подушку положит Да не нужны мне никакие шоколадки И к зубному я тоже не хочу Хм, а хочешь мы тебе сами зуб вырвем Только зуб чул наш А вы сможете? Конечно! Раз и все! А по-другому нельзя? Я боюсь этого Раз и все Я знаю способ получше Долго мне еще так укусить? Пока зуб сам не выпадет Через пару часиков Должно сработать Ой, зуб вывалился Только вместе с розой Самый безопасный способ на свете Стоит только хорошенько укусить И зуб останется в морковке Только смотри, не проглоти его Я не могу больше Какой упрямый зубик попался Не хочет вылезать Не хочет вылезать по-хорошему? Мы его сами достанем Зачем такие сложности? Специально, чтобы ты не поняла Когда деланется нитка Внимание! Сейчас вылетит зубик Стой! Не беги! Какие еще будут идеи? Я не могу! Прыгай! Прыгай! Нет! К зубному хочешь? Роза, ты куда? Мы еще не все способы попробовали Хватит с меня ваших способов! Лучше к зубному пять раз сходить! Но мы... Смотри, она заснула! Это наш последний шанс получить шоколадку! То есть, спасти бедную розочку от зубного врача! Что вы еще придумали? Что вы еще придумали? Отпусти нитку! Нитку брось! Кажется, сработало! Зуба больше нет! Ура! 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 Чего грустим, ребятки? Ведь улыбка – это флаг корабля! Хе-хе! Мы Розе зуб больной вырвали и спасли ее от зубного врача! Молодцы! Так ведь радоваться надо! Нечем угадываться! Улетел наш зуб! И под подушку положить нечего! Не нужны мы теперь мышки! И шоколадку не получим! Ишь, какой хитрый зуб! А мышка-то еще хитрее! Вы б под подушку заглядывали! Ура! Значит, мышка получила наш зубик? А то! От мышки еще ни один зуб не улетал! Сальма Ганди Скоро все вернутся, а ужина нет! Так, я мою, а ты чистишь! Лизка, у меня маникюр! Давай ты помоешь, почистишь, а я сварю! А еще я маме расскажу, какая ты ленивая! Давай закажем пиццу! Хороший ужин для всей семьи! Лучший ужин для всей семьи это сальма Ганди! Хе-хе! Ура! Дедушка пришел! Сам сэр Джеймс Крейг, отважный путешественник и открыватель новых земель, поделился со мной старинным рецептом сальма Ганди! Сейчас в один счет с Варганем! Но мама сказала, что мы будущие хозяйки и должны сами... Не боись! Ни за что не признаюсь родителям, что вам помогал! Так, не то, не то! Видишь, сестренка, и ужин организован, и маникюр целый! Лови! Сальма Ганди! Это копченое мясо, перемешанное с вареными яйцами и... и селедкой! Еще нужны... серединки пальмового дерева! Ага, вот и пальмовое дерево! Может, не надо этого сама Ганди? Бунт на корабле! Сальма Ганди – пища богов! А король этого блюда... Картофель! Так, освобождаем картошку от кожуры! Дедушка, ты не волнуйся! Мы освободим картошку! Мы сами, мы умеем! Стоп! Никаких ножей! Вот как чистили картофель вожди племени Аропахо! Толкли его босыми ногами! Смотрите и делайте, как я! Кажется, я перестарался! Зато у нас получилось! Мы ее ногами очистили, как настоящие... Орю... Орапахо! Ай да молодцы! Теперь приступим к готовке! Ну и Мишанина! Мы это будем есть! Нас спасет пицца! Стоять куда? Теперь самое главное! Закоптить и посолить! Ой! А у нас соль закончилась! Вдруг! А давайте я сейчас позвоню, и нам принесут большую и вкусную... Соль! Стоп! У настоящего моряка всегда есть соль! Хе-хе-хе-хе! Вот она! Ах! Ах! Кажется, это все-таки порох! Не боись! Порох – лучшая приправа для сальмаганди! Ах! Не нужно меня благодарить! Лучше накрывайте на стол, пока не остыло! Очень вкусно! Хе-хе! Девочки сами готовили! Я им совсем не помогал! Мы не виноваты! Это все! Все! Это старинный рецепт племени Арю... Ара... Аропаху! Точно! Племени Аропаха! Я тоже готовил это блюдо, когда был маленький! И... Ваш дедушка мне совсем не помогал! Да! Тогда вся семья была в восторге! А? О! Это я пиццу заказал! На сладкое! Пицца – лучший десерт для сальмаганди! Хе-хе-хе! Военная тайна Хе-хе-хе! У-у-у-у! Сейчас поймаю! Не поймаешь, не поймаешь! Хе-хе-хе-хе! Ой, а что это за бумажка? Роза плюс Тимофей... Эй, погоди! Это нельзя читать! Равно любовь до конца дней! Малыш, малыш, отдай! Стой! Хе-хе-хе! Тили-тили, тесто, жених и невеста! Это ты сам написал? Тише, малыш! Ты знаешь, что такое военная тайна? Нет! Военная тайна – это когда ты что-то узнаешь, но никогда и никому об этом не скажешь! И даже Розе! Розе ни за что нельзя! А мама говорит, чтобы я Розе все рассказывал, потому что она уже большая и плохого не посоветует! Военную тайну никому нельзя рассказывать! Даже маме! Если ты дашь слово, что никому не скажешь, я куплю тебе мороженое! Прямо сейчас? Прямо сейчас! Ладно! Возьми меч и повторяй за мной! Я никому не скажу, о чем прочитал в записке Тимофея, потому что это военная тайна! Я никому не скажу, о чем прочитал в записке Тимофея! Ох! Тимоха, как тут наш проказник? Еще не надоел тебе? Да нет, что ты! Отличный парень! Я за мороженым! Спасибо, что посидел с ним! Да не за что! Мы в военную тайну играем! Нам нельзя никому говорить, что написано в записке Тимофея, особенно тебе! А почему это мне особенно? Наверное, потому что ты тайны хранить не умеешь! Очень нужны мне ваши тайны, глупые! Мне это, конечно, совсем неинтересно, но я считаю, что между сестрой и братиком не должно быть никаких тайн, даже глупых! Так что там было у Тимофея в записке? Военная тайна! Ну, пожалуйста, расскажи! Военная тайна! Так вот как ты относишься к любимой сестренке! А если сестренка будет плакать, ты тоже не скажешь? Ну что, и теперь не скажешь? А? Ну и оставайся за своей тайной! Если ты расскажешь, я попрошу маму, чтобы она разрешила тебе завтра смотреть мультфильмы целый день! Целый день? Ага! А ты точно никому не скажешь? Конечно нет! Ну, говори! Военная тайна – это когда ты что-то узнала, но никогда никому об этом не скажешь! Не могу сказать! Мороженое! Держи! Тимоха, представляешь, Роза сейчас пыталась у меня выведать, что было написано в этой бумажке, но я ей не сказал, что там написано. Роза плюс Тимофея равно любовь до конца дней. Правда я молодец! Бежим! Скорее! Скорее! Туда! Роза, скорее надень это! Зачем? Надевай! Будем военную тайну спасать! Роза, обещай, что никому и никогда не скажешь, что Тимоха написал на бумажке. Роза плюс Тимофей равно любовь до конца дней. А-а-а! Обещаю! Ну вот, Тимоха, теперь она с нами заодно. Но больше про это никто не узнает. А-а-а! Поросёнок, обещай, что никому и никогда не скажешь, как всё-таки нелегко держать военную тайну. Глобальное потепление Ну и жара. Да ладно! Мне может вообще холодно. У меня даже нет сил с тобой спорить. В эфире новости. Небывалая для наших широт жара держится уже вторую неделю. Учёные ещё не знают, сколько это будет продолжаться, но с уверенностью можно сказать, что глобальное потепление действительно наступило. Теперь-то ты не будешь отрицать очевидное. Дружок! Это я во всём виноват! Я! Всё это началось зимой! Полгода назад! Было очень холодно. Надо было готовиться контрольной, тоска! И тогда я подумал, как было бы здорово, если бы зима прямо сейчас кончилась и наступило лето! Ах, лето, лето жаркое, лето, вся такая яркая, полыц... В тот момент мне и пришла в голову эта идея. Дружок! Ты мой фен не видел? Ты хочешь сказать, что запустил в небо фен на воздушных шариках и вызвал этим глобальное потепление? Угу. Чего ты смеёшься? Пусть не сразу, но когда прошло время, фен нагрел воздух и наступило глобальное потепление. Он сейчас, наверное, уже на орбите. Летает там и греет нашу атмосферу. Фен на орбите? Дружок, не переживай Скоро батарейки сядут И потепление закончится Это были очень хорошие батарейки И они сядут не скоро Это мое видеообращение к мировому сообществу Я, дружок Барбоскин, виноват в том, что устроил глобальное потепление Запустив на орбиту фен, который нагрел воздух Простите меня, пожалуйста Я обещаю все исправить Как можно в такое верить? Вот инфузория Я лично отправляюсь в небо Найду этот несчастный фен и сломаю его Чего бы мне это ни стоило Дружок Стой Прощай, брат Прощай, земля Возможно, я не вернусь Но выполни свой гражданский долг Сейчас Найдем что-нибудь подходящее Моменту Никуда ты не полетишь Отстань! Ты чего? Я не позволю тебе делать опасные глупости Из-за твоего собственного невежества Пусть ты! Я всему миру обещал! Ты ничего не понимаешь в глобальном потеплении! Как это я не понимаю? Я его сам создал! И чего ты не создал? Ученые сошлись во мнении, что глобальное потепление происходит в результате непрерывного природного цикла Никакого влияния на этот процесс земляне не оказывают и оказать не могут А теперь новости спорта Ну, теперь понял? Так значит, это не я Земля сама нагревается? Ну, конечно Ура! Стой! Помоги! Стой, дружок! Держись! Ну вот Теперь еще и кеды на орбиту полетели Вечные ценности Тебе купили лайфун? Ну да, крутой телефончик Что? Да не, у меня похоже, конечно Кто неудачник? Я? Да ты знаешь! Ты знаешь, какой я! Сдался мне твой лайфон Эй, подожди, подожди! Папа! Нет! Ну, папа! Нет! Ты газету держишь вверх ногами Голосистый сон Голосистый сон Лиза Представляешь, какие там зарплаты Ты сможешь купить себе целый мотоцикл Да хоть вертолет! То есть, получается, что ты меняешь свой лайфон на вертолет По рукам! Ага! Ты меня уже научил в шахматы играть Тренер! Лизка! Ну, подожди! Ну, хочешь? Штангу тебе отдам, а? Такая сильная будешь, а? Кеды еще есть! Смотри, совсем новые! Может, ковер возьмешь, а? Лизка! Слушай! А помнишь, когда тебя папа на чемпионат водил? Тебе свою футболку подоил этот... Как его там? Кардавкин? Да, Аршавкин! Точно! Я у тебя ее давно хотела попросить Для клипа, в котором я буду сниматься Представляешь? Я в форме Аршавкина! Мы спортсмены, а не обоегены! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! В общем, меняю лайфон на Фому! Е! Ты с ума сошла? Она же тебе велика! Можно и подшить! Нет! Эта форма для меня святое! Я ее своим внукам буду показывать! Футболка того самого Аршавкина! Гвоздь мне в кеды, если я ее кому-нибудь отдам! Ну, тогда булавку мне в туфельки, если я кому-нибудь отдам свой лайфончик! А почему вы мне не хлопаете? Я же спел лучше, чем Лизка! Разве мы хлопаем неудачникам? Нет! Разве мы хлопаем тем, кто не следит за модой? Нет! Только современные, модные, крутые и продвинутые дети достойные аплодисментов! Почему это я не продвинутый, а Лизка продвинутая? Потому что у нее есть последняя модель лайфона! А у тебя нет! Неудачник! 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 Я исправлюсь! Исправлюсь! Лизка! Я согласен! Привет! Через что я с тобой говорю? Да-да-да! Теперь у меня тоже лайфончик! Как неудачник! Опять неудачник! У меня же лайфон! Лайфон гвоздь мне в кеды! Как устарел! Совсем? У тебя уже новый! Что? Эй! Подожди! Не вешай! Вот видишь? Чуть-чуть подвезла! И в самый лаз! Выкини свой старый лайфон! Не будь смешным! Лайфон ничто! Лайфон два! Все! Живи в ритме лайфон! 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 Папа!